МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные события города-региона. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти в студии Денис Капля. В Самарскую область пришла третья волна коронавирусной инфекции. Только в Тольятти 28 июля зарегистрировано 77 новых случаев, а всего по региону более 300. Прирост серьезный, и такие цифры не фиксировались даже прошлой осенью. Новая волна COVID-19 в Самарском регионе стала главной темой очередного совещания оперативного штаба. Совещание проводили заместители председателя правительства Самарской области Александр Фетисов и глава Тольятти Николай Ренц. В начале заседания ситуацию с эпид-обстановкой в городе прокомментировали в Роспотребнадзоре. На протяжении уже четырех недель в городском округе отмечается рост заболеваемости. Так, в сравнении с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости на 22,8% или 99 случаев. Александр Фетисов отметил, что большой прирост заболевших – это очень опасная тенденция. Необходимо усилить контроль за соблюдением антиковидных мер. Там вступительных слов не было, но у руководителя Роспотребнадзора местного Алексея Ильича там прозвучало, там и военнообластных штабах присутствует. У нас неуклонно идет вверх. Мы каждый день прибавляем несколько десятков человек. Это очень опасная тенденция. Представители администрации отчитались о работе по контролю за соблюдением ограничительных мер. Напомним, согласно указу губернатора Дмитрия Азарова, все фудкорты в торговых центрах работают только на вынос. И серьезных нарушений здесь зафиксировано не было. Также проводятся рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Сотрудники полиции и департамента транспорта следят, как соблюдаются антиковидные меры. Напомним, что каждый пассажир и водитель обязаны носить защитные маски во время поездок. Сотрудниками администрации, совместно с сотрудниками полиции ежедневно осуществляется контроль за соблюдением масочного режима на общественном транспорте, как со стороны водителей, так и за пассажирами. На сегодняшний день проведено совместно 34 рейда. Также во время совещания представители крупнейших компаний города отчитались о соблюдении всех противоэпидемических мер на предприятиях и рассказали, как проходит прививочная кампания. Вакцинация сейчас тоже один из серьезных вопросов, и выработка коллективного иммунитета – главная задача на данный момент. Обойти колею, припарковаться с точностью до сантиметра и выполнить скоростное торможение. И все это на машине весом более 26 тонн. В Тольятти конкурс профессионального мастерства собрал лучших водителей автобусов. О самых умелых в профессии расскажет моя коллега Ия Гречман. Настоящее трюк-шоу показывают автобусы, которые обычно заняты в пассажирских перевозках. Задания имитируют маневры, которые ежедневно выполняют водители общественного транспорта. Старт, остановка и параллельная парковка – та самая, что в народе за каверзность еще называют тещей. А далее колея, проезд через импровизированный тоннель, заезд в бокс и финиш. Максимальное время на выполнение – 10 минут. Конкурс профмастерства собрал 12 лучших водителей, среди которых представители АТП-3 и крупных промышленных предприятий, в том числе корпорации «Тольятти Азот». Каждое утро сотни сотрудников «Тольятти Азота» приезжают на работу именно на таких автобусах. Пассажиры вместимость 153 человека, ширина более 2 метров, длина 18, вес 26 тонн. За рулем суперпрофессионалы с большим стажем, как, например, Сергей Владимирович. Расскажите, пожалуйста, что нужно уметь, чтобы управлять такой машиной? Ну, нужны навыки, умения и, самое главное, не бояться такой машины. Город у нас большой, автотранспорта у нас очень много, пробки и все остальное прочее, час-пик. Это вообще просто надо реально, да, проезжаешь там между машинами, маленькое расстояние. Сергей за рулем автобуса 24 года. По его словам, управиться с габаритами машина не самая сложная в профессии. Важнее всего в целости и сохранности довести людей. И такие конкурсы помогают повысить уровень вождения. Водитель, принимая участие в таких конкурсах, оттачивает свое мастерство. И вот все водители, которые здесь принимают участие, фактически у них у нас и дорожного транспортного происшествия нет. И ездят они аккуратнее. Конкурс профмастерства среди водителей автобусов проходит в городе с 99-го года. Тольяттинцы традиционно самые сильные в профессии по региону. И продолжат доказывать это, снова и снова отправляясь в рейс. Игорь Гречман, Владимир Никитин, Новости Тольятти. В городе стоят жаркие дни, и многие тольяттинцы отправляются к водоемам. Зачастую отдыхающие забывают о простых правилах безопасности. Уже с начала этого года на территории нашего города утонули 7 человек. Среди них один несовершеннолетний. Сотрудники полиции постоянно проводят профилактические рейды. Они выявляют грубые нарушения, которые могут повлечь за собой серьезные последствия. Убедительная просьба к жителям и гостям района города Тольятти. Со всей ответственностью отнестись к своей безопасности при посещении водных объектов. Особенно это касается контроля за несовершеннолетними. Также необходимо помнить, что на территории Самарской области действует особый противопожарный режим. И поэтому необходимо исключить случай разведения открытого огня. Находясь на водоемах, нельзя забывать об элементарных правилах безопасности. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют плавать только в разрешенных местах, следить за своими детьми, не заходить в воду в нетрезвом состоянии. Все это поможет избежать серьезных последствий и сохранит вашу жизнь. О других заметных событиях расскажем далее в нашем коротком обзоре. Скоростной поезд «Ласточка» перевез между Самарой и Тольятти 100-тысячного пассажира. Счастливый билет на поезд с сообщением «Самара-Жигулевское море» приобрел житель Автограда. Юбиляра поздравили и вручили ему памятный подарок. Принимайте участие в областной общественной акции «Народное признание», которая состоится в Самарской области. Весь август проходит прием заявок по номинациям. В сентябре откроется общественное голосование, а уже в октябре экспертная комиссия определит победителей муниципального этапа по каждой номинации. С начала года происшествия на дорогах области унесли жизни более 150 человек. В связи с этим в Самарском регионе установят дополнительные комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Новые камеры появятся на опасных участках уже к началу октября, а информационные щиты – до 15 августа текущего года. Тольяттинский художественный музей приглашает жителей города на выставку «Надежда Алексея Овсяниковых. Снов волшебное мерцание». Основная техника «Надежда Овсяникова» – акварель. Кроме того, она создает карандашные рисунки, работает пастелью и гуашью. Если приглядеться, это опять же лично мое видение, как говорится, мира. Потому что с натуры написать – это без проблем, как говорится. Имея опыт, это можно сесть и любой пейзаж изобразить, конкретное место, с чем мы начинали, когда, как говорится, только решили рисовать. А дальше, конечно, хочется от этого отойти, от этого этапа. И как и любой человек, кто музыку сочиняет, кто стихи, свое ощущение, свое миропонимание. Художник-график Алексей Овсяников создал свою собственную вселенную фантастических миров. Работы Алексея необычайно индивидуальны и фантастично красивы. Это разные художники, потому что «Надежда Федоровна» все-таки это закалка еще советского художника, когда все нужно было делать по очереди. Сначала ты учишься на реалистических картинах окружающей природы, сначала делаешь этюды, а вот именно потом она уже перешла к своему стилю. Свой стиль – это именно работы, то, что приходит из ее фантазии. Это немножко связывает ее с Алексеем. Но Алексей – это художник уже более такой современной формации. И я думаю, если бы он сейчас творил, вот если бы сейчас он в наше время, это были бы совершенно другие интересные работы, можно сказать, можно сказать, даже какие-то мультимедийные. Выставка «Надежда» и Алексея Овсяниковых продолжит работу до октября. «Автоваз» – это предприятие, которое создает комфортные условия для своих работников. Компания предоставляет сотрудникам один из самых обширных социальных пакетов. Так, завод компенсирует две трети стоимости талона на обед. В ночную смену организовано бесплатное питание. Все работники застрахованы от несчастного случая на производстве за счет средств работодателя. Женщинам предоставляется 10-недельный дополнительный дородовый отпуск, а также пособие с полутора до трех лет. Санаторно-курортное лечение датируется на 85-90%. Работники предприятия могут купить «Лада Веста» и «Лада Икс Рей» на 10% ниже рекомендованной розничной цены, а другие модели «Лада» на 10% дешевле. Сегодня на «Автовазе» проводится дополнительный набор сотрудников по рабочим профессиям. Стерженщик машины формовки, формовщик машины формовки, литейщик на машинах для литья под давлением, опиловщик фасованных отливок, кузнец-штамповщик, резчик металла на ножницах и прессах, наждачник, оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата, оператор станков с программным управлением, термист, электросварщик ручной сварки, оператор МАС. За дополнительной информацией по вопросам трудоустройства необходимо обращаться по адресу Южное шоссе 36 в управление кадров и работы с персоналом, кабинет 119, часы работы с 8.30 до 17.15. Телефон и адрес электронной почты вы видите на своих экранах. Продолжаем выпуск. Ушел из жизни старейший на Толятинской журналистике, член Союза журналистов СССР и Российской Федерации, заслуженный работник культуры России, ветеран автоваза Анатолий Шаврин. Практически с первых лет Волжского автомобильного завода Анатолий Александрович освещал все важные вехи строительства и работы автогиганта. Огромную роль Анатолий Шаврин сыграл и в увековечивании истории завода. В личных и общественных библиотеках хранятся составленные Анатолием Александровичем книжные тома с летописью автоваза и биографиями людей, внесших наиболее значительный вклад в создание и развитие предприятия. Телекомпания «Лада-Медиа» выражает искренние соболезнования родным и близким покойным. В регионе продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Для удобства жителей медицинские учреждения организуют работу мобильных прививочных комплексов в общественные места с высокой проходимостью. Например, в торговых центрах. Как организована работа одного из таких пунктов в Сызрани, расскажем далее. Этот мобильный прививочный комплекс в Сызрани работает четко по графику. В день успевает охватить несколько точек. Первое – у магазина, где всегда много посетителей. Привиться здесь могут все желающие – и сотрудники магазина, и покупатели, и просто те, кто проживает или работает рядом. С собой нужен только документ, удостоверяющий личность. Когда мы начинали выезжать с нашим передвижным комплексом, а надо сказать, что мы первые в губернии, кто поехал вот так вот по торговым точкам, по населению. Сначала мало было людей, но сейчас сознательность граждан растет, растет сознательность и переживания за своих близких. И люди сейчас идут охотно. У нас есть заявки от предприятий. Мы уже выстраиваем график, обговариваем количество людей. И, конечно, сейчас отклик наиболее большой. Гораздо больше, чем был, допустим, в начале нашего пути. Ольга Сухова – работник торговли. По долгу службы ежедневно много контактирует с разными людьми. Поэтому считает прививку необходимой. Я пришла сегодня прививаться второй раз. Первую прививку я перенесла, но более или менее благополучно. Чувствую себя хорошо. Сделала второй этап прививки. Первый прошел совершенно без каких-либо побочных эффектов. Надеюсь, и второй также пройдет. А так, ну к чему? По работе положено. Хочется обезопасить и себя, и своих близких от каких-либо проблем. В будущем и здоровой хочется быть. Сегодня роль мобильного пункта очень важна, потому что это замечательная возможность получить вакцину в максимально удобном для человека месте. Мы видим, что спрос на вакцину у населения растет. Пользуясь случаем, я хотела бы пригласить к вакцинации тех, кто еще не принял до конца решение и колеблется, сделать вакцину или нет. Я призываю сегодня всех жителей нашего города, разных категорий, людей, которых работают в разных сферах деятельности, обязательно сделать прививку от коронавирусной инфекции. Напомним, в Тольятти работают и круглосуточные пункты, и пункты в двух торговых центрах, помимо обычных прививочных кабинетах в поликлиниках. На сегодняшний день более 774 тысяч жителей региона прошли первый этап вакцинации. Из них свыше 574 тысяч завершили ее, получив инъекцию вторым компонентом препарата. Юрий Сколов, Юлия Шевцова, Новости Тольятти. И о спортивных событиях спонсор рубрики «Агролада-сервис». Официальный дилер «Лада-автосалон «Агролада-сервис». Все модели в наличии. Выкуп вашего автомобиля на выгодных условиях. Гарантийный ремонт, сервисное обслуживание в рассрочку. Улица Ботаническая, 10, телефон 75-91-11. Молодежная футбольная команда «Крылья Советов» уступила гостям из Нижнего Новгорода со счетом 0-2. Этот матч проходил в рамках второго тура молодежной лиги. Несмотря на жаркую погоду, на стадионе «Металлург» футболисты вели упорную борьбу. Следующий матч подопечные Дмитрия Шукова проведут 30 июля в Москве против «Спартака». Начало встречи в 17.30. Ежедневные тренировки в Нефтегорском районе начали воспитанницы дворца детского и юношеского творчества «Тольятти» на учебно-тренировочном сборе по художественной гимнастике. Несмотря на свой юный возраст от 7 до 12 лет, девочки уже являются мастерами спорта. Им предстоит много интересного – тренировки, знакомство с городом, обмен опытом. И о погоде. Спонсор рубрики «Салон Штор Аллегра». Компания «Аллегра». Весь июль шьем шторы бесплатно. Покупайте только ткань. Новый магазин «Склад» на автозаводском рынке. «Аллегра» – уют вашего дома. Новый магазин «Салон Штор Аллегра». В приложении Тольятти24 и в наших группах в социальных сетях. Так, например, вы сможете подробнее прочитать о том, как планируют развивать туризм монахи Виновки. Или о том, какие общественные пространства благоустраивают в Тольятти. Все подробности на нашем сайте. Заходите, читайте, смотрите новости. С вами был Денис Капля. Всего доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!